От небольшой встречи с Халком до летающего как Тарзан по Манхэттену Спайдермена мы насчитали 15 лучших игр по комиксам Марвел. Номер 15. Капитан Америка и Мстители. Мне нравится приставка Мега Драйв, известная в Америке как Генезис. И это игра в числе моих любимых для этой консоли. Это скроллер в жанре «Избей их всех», где можно играть за Капитана Америку, Железного Человека, Соколиного Глаза или Вижена. Обычно я играл за Капитана Америку из-за возможности бросаться его щитом, что выглядело просто смешно. Но в то время довольно забавно. Стоит ли игра того – спорный вопрос, но мне кажется, что стоит, если вам нравятся полумертвые жанры или вы фанат Марвел. Номер 14. Каратель. Жестокие убийства и пытки – это вся суть игры про карателя. Но не волнуйтесь, вы можете сосредоточить свою чрезмерную жестокость на убийстве плохих парней в большинстве случаев. К тому же, графика в игре недостаточно реалистичная, чтобы вам было жалко жертв. Если родители это увидят, то они должны понимать, что эта игра подходит для детей. Поскольку безумная мясорубка в этой игре не содержит откровенных сцен, не говоря уж о сексуальном содержании. Об этой игре можно сказать еще только одно, разве что если вам не нравятся фильмы или комиксы – это хорошая возможность выпустить пар. Номер 13. Человек-паук и Веном. Максимальная резня. О да, это пиксельная игра – экшен со стрельбой паутины в стиле «Избей их всех» до полусмерти. Это не лучшая игра в этом жанре, но, пожалуй, лучшая игра от Марвел в стиле «Избей их всех». Все благодаря быстро разворачивающемуся действию и тугому управлению. В ней есть свои недостатки в виде багов, нечеткой анимации или прорисовки. А чтобы победить последнего босса, приходится прибегать к ухищрениям чаще, чем к помощи скоростного бега в Call of Duty Online. Но игра отличная, если вы хотите победить Карнажа за паучка или Венома. Номер 12. Дэдпул. Некоторым людям не нравится комедийный Дэдпул, и им определенно не понравится эта игра. Потому что она источает юмор не того рода, чтобы достучаться до публики. Боевая система в игре не лучшая, но я бы сказал, что она годная. Нет ничего особенного, но по сути и ничего плохого тоже нет. Шуточки сделаны тоже как попало, от некоторых меня передергивало, а от других я чуть со стула не падал со смеху. В любом случае, если вы хотите посмеяться, то эта игра должна быть повыше в вашем списке непройденных игр. Номер 11. GTA 4 с модом Железного Человека 4. Если вы, как и я, не играете в GTA ради шероховатого реализма, а чтобы устроить невероятный хаос по типу катаклизма, то этот мод сполна восполняет этот пробел, и при этом позволяет вам поиграть за Железного Человека. И хотя я даже близко не фанат Железного Человека, но первый фильм – один из моих любимых боевиков. И после его просмотра мне захотелось сыграть в игру, основанную на культовом герое. И единственное, что я понял, это то, что официальные игры были так себе. Этот мод позволяет вам летать, разрушать машины, стрелять лазерными лучами и ракетами, словно это конец света. Хотя в игре есть одна проблема. Насколько мне известно, во время полета нельзя было просто так взять и опуститься на землю. Номер 10. Супергерои Лего Марвел. Лего-игры имеют много общего между собой. Во-первых, они все предназначены для детей. Но сделаны они так хорошо, что взрослым тоже понравится в них играть. Отличительной чертой в этих играх являются шутки. Вместо того, чтобы пересказывать до дыр заезженный сюжет, или написать совершенно новый, который сходится со старым, они добавляют немного шуток в стиле мультиков Pixar, которые могут позабавить многих людей. Однако в игре есть два больших недостатка. Грайнд и полное отсутствие сложности. Не забывайте об этом во время игры и не особо задумывайтесь о происходящем. Эта игра сделана на тот случай, когда вам захочется отключить мозг и не думать. Номер 9. Капитан Америка Суперсолдат. Хорошая игра по фильму? Похоже, что Марвел все-таки могут, если захотят. Эта игра похожа на нечто среднее между Принцем Персии и Бэтменом Аркем Эсилом. Некоторые моменты из Принца Персии появляются в построении уровней и в трюках. А из Бэтмена позаимствовали боевую систему. Если вам нравится, как звучит скрещивание этих двух игр, то вам стоит в нее сыграть. Она, конечно, не заслуживает никаких наград, но поиграть в нее стоит. Номер 8. Человек-паук на PlayStation 1. Паучок частенько встречается в этом списке, и не без причины. Среди его игр есть несколько неограненных бриллиантов в игровой индустрии. Игры на PlayStation идут гладко и дают вам возможность разбрасываться паутиной, чего вы хотите и заслуживаете. Вторая игра подтянула точность воспроизведения и добавила несколько новых способностей. Из-за чего он стал выглядеть как отброс 90-х годов из научной фантастики 50-х. Но самое интересное в этих играх – это их количество. В них можно играть часами, и игра понравится почти любому фанату Человека-паука. Номер 7. Легенды Людей Икс 2. Начало апокалипсиса. Люди Икс – это удивительная серия во вселенной Марвел. В этой игре вселенская справедливость творится в кооперативной игре четырех игроков. Вы можете играть за абсолютно любого мутанта, за которого захотите. Помимо кооперативной игры, тут есть еще и совместные комбинации, где несколько игроков могут совмещать свои способности против одного врага. У вас может сложиться одно из двух впечатлений. Либо вы почувствуете себя отрядом, который работает сообща против сил зла, либо вы почувствуете себя каким-нибудь подонком, избивающим прохожих в переулке. Если вам не с кем играть, то игра все равно стоит того. Хотя будет не так весело. Поэтому вам стоит найти друзей. Номер 6. Люди Икс Начало – Росомаха. Игра в стиле God of War. Чуть более продуманная, но с меньшим размахом. Но несмотря на это, игра довольно интересная, которая не сильно уступает фильму и даже превосходит свой первоисточник. Если вам нравится носиться повсюду, убивать боссов и еще больше боссов, разрубать противников, бросая их на лопасти работающего вертолета, то милости прошу. Если вам не нравится насилие, то эта игра не для вас. Но да ладно, мы же все знаем, что насилие в играх – это самый лучший вид насилия, верно? Номер 5. Герои Марвел. Игра в стиле Диабло, и она держится на уровне лучших из подобных онлайн-игр. Конечно, из-за того, что можно играть только в онлайне, то возникают проблемы с синхронизацией. Когда клиент говорит, что вы находитесь в одном месте, а сервер говорит, что вы не просто мертвы, а умерли уже несколько лет назад, и о вас уже все позабыли. Но пускай это вас не отвлекает, потому что в игре нет режима хардкор, а экономика на этом закручена. Поэтому проблемы с синхронизацией не слишком портят впечатление от игры. Номер 4. Серия игр Марвел против Кэпком. И говоря о серии, я по большей части имею в виду номер 2 и 3, а моя любимая часть – вторая. Эта серия является ответвлением серии игр Стритфайтер, но в большинстве из них есть интересная одиночная кампания, что нечасто можно увидеть в файтингах. Некоторым больше нравится третья часть из-за однообразности, красочной анимации и довольно простых суперприемов, что делает игру более красочной и колоритной, чем хвост павлина. Номер 3. Невероятный Халк. Тотальное разрушение. Ещё игра по фильму, которая она превзошла из-за разрушений хаоса на уровнях, неслыханных для тех времён. Можно метать танки в вертолёты и сбивать машины в прах, помимо этого вы ещё чертовски быстрый. Не так часто выдаётся шанс побыть локомотивом и гонщиком одновременно. Но эта игра представляет такую хорошую возможность. Всем, кому нравится экшен, стоит её попробовать. Это не только отличная дань уважения Халку, но ещё и действительно хорошая игра с большими возможностями и разрушениями. Номер 2. Серия игр Ultimate Alliance Marvel. В этой экшен-РПГ представлены наибольшее количество комиксов. Но при этом она оставляет каждого персонажа уникальным, словно вы действительно играете за персонажа, на котором он основан. Вторая игра не привносит ничего нового, и поэтому её спокойно можно окрестить дополнением, учитывая все изменения, что немножко удручает. Но тем не менее, сюжет в игре стоит прохождения. Вместе эти игры сделают любого фаната Марвел счастливым. Кроме, может, хардкорных игроков, которым так трудно угодить, что их мнение проще игнорировать. Номер 1. И на первом месте у нас Человек-паук 2. Здесь вы можете летать по Манхэттену на огромных скоростях. Это лучший пример того, как нужно управлять с движениями цепляющегося крюка. Управление, основанное на способностях, очень для меня привлекательно. И об этом вся игра. Вы можете направлять вашу паутину по своей воле, что придает вам скорость и является способом передвижения. Если вы это смотрите и еще не играли в него, то сделайте себе одолжение и поиграйте. Потому что это лучшая игра для PlayStation 2. Если вам известно хоть что-нибудь о играх на эту консоль, то вы должны знать, что эта игра заслуживает высшей похвалы. На этом отсчет закончен. Спасибо за просмотр. Переведено и озвучено командой XDelay. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok